Сегодня мы с вами поговорим немножко про 67-ю страницу трактата Китубот. И здесь основная тема — это цедака. Как мы вообще вдруг начинаем эту тему? Дело в том, что Мишна обсуждает то, минимально то, сколько давали невесте бедной, и в частности, если это, допустим, сирота выходит замуж, и сколько нужно дать, чтобы как минимум должна цедака, организация еврейская, община, должна дать, чтобы как минимум могли выйти замуж и жениться самые-самые бедные. Вот. И в том числе здесь заодно обсуждаются в общем законы цедаки, что человеку нужно давать, да. Женить бы — это тоже цорых, так сказать, нужда для человека. Поэтому пытаются помочь во всем. Цедака включает не только помощь финансовая, но и общая помощь. Но, конечно, финансы здесь играют основную роль. В те времена, да, основная проблема для свадьбы, для сироты, например, для бедных людей была в том, что не хватало денег. В особенности выдать дочку замуж или выдать сироту замуж. Так вот, здесь несколько законов цедаки. Ведь у нас нет специального трактата, который занимается цедакой. Поэтому в Шухонарихе это в секции Йораде, где-то начинается в конце 240-х и продолжается в 250-е главы. Много глав посвящено цедаке. Но откуда источники Шухонариха? Он же весь позируется на Талмуде. Так вот, есть несколько трактатов и несколько периков, которые касаются этой темы. Больше всего про цедаку говорится в трактате Бава Батра, в начале трактата. А есть немножко и здесь, в трактате Китубот. Кое-что учится из законов Пеа и подобных. Это в Иерусалинском Талмуде, например, в начале трактата Пеа. Пеа это часть поля, край поля, который отдавали бедным. Так вот, говорится здесь, во-первых, что если, скажем, нужна помощь бедным и мальчикам, и девочкам, да, или мужчинам и женщинам, то в первую очередь обычно помогают женщинам. Потому что им и так тяжело, они, так сказать, больше стесняются, им тяжелее ходить и собирать деньги на милостыню. Поэтому им обычно, если не хватает для всех, дают в первую очередь. Также здесь Талмуд нас учит, что идеал еврейский это дача Акудей Махсоро. Мы как раз недавно это читали в главе Реэ, да, в книге Дворим. Говорится, что бедному нужно дать, сколько ему не хватает. Но разным людям по-разному не хватает. Немножко звучит как идея коммунизма, но, конечно, это так не работает, Хас Вишалом, да, у нас. Торо очень далека от идей коммунизма, но в идеале, если общество богатое и бедных немного, то если бывший богач обеднел, мы не только ему даем по минимуму, чтобы он мог хотя бы как самый нищий человек поесть хлеба, попить водички и хватит с него. Нет, мы говорим, что если у нас есть деньги, и общество в основном богатое, то для богатого человека, который теперь обнищал, Дей Махсоро включает и то, как он привык жить. Не хватает, да, то, что ему не хватает, Торо говорит. Дей Махсоро, не то, что ему не хватает, да, и бедному то, что ему не хватает. Если человек всегда был бедным, то ему не хватает немножко, да, ему достаточно хлеба и воды, он больше ничего и не просит. А вот если человек когда-то жил на широкую ногу, то ему теперь очень трудно, он стесняется, что он стал нищим, поэтому ему стараются помочь всячески. И если есть возможность ему его содержать так, как он привык, то это тоже считается Дей Махсоро, по потребностям, так сказать. Ну, это, конечно, только если у общины есть деньги. Понятно, что если не хватает на еду всем, то они не будут богатому человеку покупать лошадь там, или в наше время дорогую машину, чтобы у него было это, да, Дей Махсоро, чтобы ему не стесняться. Понятно, что в первую очередь нужно кормить всех. Будет аморально, если сначала будут давать бывшим богатым столько, сколько им нужно, а не беспокоиться о бедных, которым не хватает самые, так сказать, насущие вещи. Это очевидно. Но бывает, что община очень богатая, такое редко бывает в истории, но бывает. Тогда и бывшим богачам стараются так помочь, чтобы они не чувствовали себя ущемленными, что им только дают как бедным. Вот. И в том числе здесь описываются разные виды, как давали разные люди-цедаки. Здесь много гады очень на этой странице. На второй стороне страницы, 67-й. И одни, например, старались, чтобы не стеснялись бедные давать так, чтобы бедные получали от них деньги, но они не видели, кто у них забирает. И даже один там раввин со своей женой, когда они что-то подкинули бедняку, а тот хотел знать, кто ему дал, да, это наоборот, когда бедняк не знает, кто ему дает, да, такой тоже вариант существует. Иногда давали, чтобы не видел бедняк, кто ему дал, иногда давали так, чтобы наоборот бедняк видел, кого берет, но он не знал, дающий не знал, кому дает. Вот, так они, когда, значит, муж и жена, да, подкинули что-то бедняку, он за ними побежал, чтобы узнать, кто они, так они спрятались и даже залезли в печку, все, чтобы его не опозорить, не стеснялся он, да, не хотели, чтобы видел их, видел их своих благодетелей, так сказать, вот. Вот, еще много интересных здесь историй, одна история про человека, который умирал, и он отдал половину своего имущества на цедаку, и спрашивается, мы же учили, что нельзя больше пятой части отдавать, так это, потому что боимся, что обеднеет, но раз он уже все равно умирает, при смерти можно отдать и больше гораздо, и так Шуханаров тоже приводит, вот, что при смерти человек может раздавать большие части свои, не следует отдавать все, что у тебя есть, но, во всяком случае, половину лихой разы из нашей истории можно отдать. Некоторые говорят, что не стоит больше третье отдавать, когда человек умирает, но многие говорят, что до половины, по крайней мере, уж точно можно, раз так в нашей истории описано. Вот. Вообще, насчет того, что не давать больше пятой части, есть и другие исключения, как я уже немножко касался этой темы, например, болотание считает, что человек ради шувы искупляет как-то свои грехи тем, что дает много на милостыню, то может отдавать и больше пятой части. И также пишут, что если очень богатый человек, который в любом случае не обнищает, или человек, у которого есть постоянный доход, Хофицхайм считает, что уже может давать и больше пятой части, раз он в любом случае имеет постоянный доход. В общем, так или иначе, есть люди, которые дают больше пятой части на цедаку, это не всегда запрещено, но хозяй боялись, чтобы человек обнищал. По крайней мере, при жизни обычно люди не дают больше пятой, только при определенных редких обстоятельствах. Вот. И еще здесь одна история, что наоборот, выяснили, что бедняк, оказывается, ему так уж не нужно особенно, он оказался богатым. Да, что зачем ему давать тогда, если он такой богатый? Тут тоже парочка таких историй, как раввины отреагировали. Интересно, что они не разозлились, что давали вроде человеку, у которого и так много чего есть, и слишком жирно живет. А наоборот, еще один также прибавил ему, решив, что раз он так питается, да, дорого, то ему, значит, больше у него втраты. Другой сказал на это с неким, так сказать, утверждением, узнав, что тот, кому он дает деньги, на самом деле кушает на золотых и серебряных сосудах. Да, уже так разбогател, да, и получает от раввина цедаку. Так он сказал на это, может быть, с юмором, что вот, мол, надо еще радоваться, что столько из бедняков, в кавычках, на самом деле не бедные вовсе, да, что они только прикидываются. Потому что, если бы не так, то мы бы постоянно получали, да, наказание за то, что мы не помогаем достаточно бедным, в смысле, что говорит Тора, что Всевышний накажет богатых, если бедные кричат и им не дают, да, и будет для нас это грех, что мы не помогаем бедным. А так получается, что многие бедные и без того, на самом деле, не бедные вовсе, поэтому на нас не будет греха. Так что он как бы философски к этому отнесся, что он помогал до сих пор человеку, который, в общем-то, и вовсе не нищий. Вот, и на этом мы на сегодня закончим. Скажу только напоследок, что есть в Шухонарухе от имени Рамбома определенный порядок в общем, как идеал, да, давать цедаку, в каком порядке. И, например, лучше всего дать деньги в долг кому-то, помочь. Они здесь тоже обсуждают ситуации, когда человек не хочет брать цедаку, как ему давали разными способами. В любом случае, если можно помочь человеку, пока у него такой подкосился бизнес, дав деньги в долг, обычно люди в долг готовы дать больше, чем на цедаку, и это не так неуважительно, да, человеку легче брать деньги в долг, чем просить милостыню. Поэтому, если можешь поддержать кого-то, как бы пошатнулся, например, бизнес, и дать ему пока деньги в долг беспроцентно, то это на первом месте. Это идеал, да, как говорят, легче поддержать животное, которое еще не упало, чем когда оно уже упало, пытаться его поднять. Потом, следующий уровень, это если даешь цедаку через праведных распределителей, то есть через какую-то организацию, на которой можно доверять. Не всем можно доверять, есть много жуликов там тоже. Но если есть организации, которым можно доверять, тогда это лучше всего. Ты не знаешь, кому ты даешь, получающий не знает, от кого получает, и поэтому никто не стесняется. Следующий уровень, это когда уже одна сторона знает. Самый низкий уровень, это когда даешь уже из рук руки, и бедному приходится просить. Если ты ему дал то, как он попросил, это лучше, но если уже он пришел к тебе и просит, и ты ему что-то дал, да, хотя бы не отпускай с пустыми руками, хоть что-то ему дай. Что это хуже всего, если человек, особенно если он при этом с кислой миной дает бедному, да, даже если он ему дал деньги, но при этом опозорил его, то это очень большой грех. Поэтому нельзя обижать бедного, если пришел уже человек и просит, нужно ему что-то дать, и улыбнуться ему, и пытаться его поддержать. И на этом мы на сегодня закончим, если вам нравится видео, пожалуйста, жмите лайк.